Эфир телеканала «Ноябрьск-24» продолжает выпуск новостей. Здравствуйте! Проверка на прочность. Дмитрий Кобылкин осмотрел обустройство новых стойбищ в Ямальском районе. Сейчас в 150 километрах от тачуга сибирской язвы устанавливают новые чумы. Кочевники пока живут в палаточных городках. В район уже завезли больше 60 комплектов. Активно идет сборка жилищ. Кочевникам регулярно передается теплая одежда, предметы быта, в том числе гуманитарная помощь, собранная от жителей округа. Продовольственный запас обеспечен на месяц вперед. По мере поступления заявок довозятся и предметы гигиены. Мы самые первые прилетели сюда. Прилетели, никого нету, ничего нету. Мы думали, вообще, наверное, забыли здесь. Потом прилетели, и опять сразу вернет, прилетел и все, привез. То, что надо, короче. Там чайники, чашки, тарелки. Так, сейчас уже привыкли, все привозят потихоньку. Если сравнивать с другими чрезвычайными ситуациями в России, то нашим ненцам, конечно, заботу оказали все максимально. Все, кто и жители округа, и правительство округа, и нефтегазовые компании, и простые люди, кто сочувствовал, сожалел в этой трагедии. К президенту, до рядового солдата все участвовали в том, чтобы эту проблему победить. Потому что, я говорю, ни одного формуляра. Это в мире уникальная была, и войсковая операция в том числе. Мы ее сделали и вышли с потерями, но и, на мой взгляд, с минимальными потерями. Территориальный отдел Роспотребнадзора расскажет, как выбрать школьную форму, и что делать, если она в первый же день разошлась по швам. С 22 августа по 5 сентября здесь пройдут дни открытых дверей, посвященные началу учебного года. Речь пойдет об одежде, обуви, школьных принадлежностях. Специалисты проконсультируют жителей по вопросам качества и безопасности товаров, а также расскажут об алгоритме действий, если вас, как покупателя, что-либо не устроило. Дополнительную информацию можно получить по телефону ведомства. Сейчас он на ваших экранах. Аномально жаркое лето не повлияет на начало отопительного сезона. На окружных объектах социальной сферы он начнет уже 25 августа. Тепло в жилой фонд придет, как только температура воздуха продержится на отметке ниже плюс 8 градусов 5 суток подряд. Весь июль и половину августа в Арктике держалась аномальная жара. Температура воздуха достигала 35 градусов. Среднесуточная температура этим летом была выше нормы в среднем на 5 градусов. Но к концу августа в регионе придет похолодание до 79 градусов днем. А в начале июня, напомню, регион напротив завалило снегом. Впервые в истории города отопление включили повторно. Не проехать, не пройти. Жители домов по улице Шевченко 86 и 90 обратились в нашу редакцию с просьбой помочь решить проблему отсутствия тротуаров на их придомовой территории. Вместо асфальта там плиты, которые каждую осень и весну размывают дождем. По словам людей, этот вопрос управляющей компании уже пыталась решить, засыпав просевшее дорожное покрытие песком. Но история из года в год повторяется. Так дорога домой превратилась для них в полосу препятствий. Дожди большие, смы в такой вот прям ужасный. Подниматься, вот например, я каждый день на работу хожу, это знаете, по щиколотку в песке. Поэтому пока доберусь до остановки, это как бы знаете, надо как бы сразу в душ в таком плане. Вот летом у нас вот такие, видите, вот дети играются в как бы такие баулы. Кто-то ногу может подвернуть. Вот сосед прошлое или позапрошлое зимой-зимой подвернул здесь ногу. Потому что зимой вообще эта горка полностью здесь спускаться очень, как говорится, тяжело. По нашему запросу на место проблемы выехала экспертная комиссия. В ее состав вошли представители управляющей компании уже КТС и ДРСУ. В ходе проверки выяснилось, что дорожное покрытие при домовой территории действительно требует срочного ремонта. Сейчас на данный момент Шевченко 86, доступа нет ни с одной, ни с другой стороны нормального. Все, мягкий грунт, тротуары отсутствуют. И также будет решаться вопрос о подсыпке песком и трамбовке дороги, которая проходит за жилым домом Шевченко 86. Ждать придется недолго, потому что разговоры идут и договариваются день-два. Ну, максимум на следующей неделе это уже все смонтируется. Потому что вопросы о завозе песка решаются прямо сегодня. Песок будет завозиться в ближайшее время, это день-два. И плиты также будут завозиться. В громком деле об избиении съемочной группы «Ревизора» новый поворот. Окружной суд удовлетворил апелляцию владельцев кафе «Виктория», в котором год назад избили Елену Летучу и ее коллег. Напомню, в конце июня суд Салихарда признал их виновными в воспрепятствовании законной деятельности журналиста и дал каждому участнику потасовки условной сроки. Адвокаты осужденных с таким положением дел оказались несогласны и обжаловали решение. Хозяйка кафе «Львера Арнт» в итоге полностью оправдана. Другим участникам драки повезло меньше. Статью переквалифицировали на более мягкую побои. Однако точку в этой истории ставить рано. Отмена прежнего решения суда шокировала и прокуратура, и руководство телеканала «Пятница». Там уже заявили, что готовы снова обращаться в суд. В Ноябрьске проходит профилактическое мероприятие «Наркоман». Его проводит Федеральная служба исполнения наказаний. Контролеры проверяют людей, которые за наркотические преступления приговорены не к реальным, а условным наказаниям. Мы побывали в одном из таких рейдов. В свои 30 она мать-одиночка. На руках двое маленьких детей. Малыши, говорит женщина, единственная одушина в жизни. Но иногда с ними бывает нелегко. Денег катастрофически не хватает на самые элементарные товары – еду и одежду. Где взять средства к существованию, подсказал интернет. За сбыт наркотиков? Да. Вы свою вину признаете? За покушение, да. То есть вам не удалось сбыть, да? Не успели? Частично. Что-то было. О том, что приняла неверное решение, она поняла уже поздно. За незаконную деятельность мать-одиночка попала под следствие. Сегодня Марина, как птица в клетке, ни шагу из дома. На ее ноге электронный браслет. Через это устройство ее действия контролируют полицейские. А еще в гости все чаще приходят сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Так выглядит домашний арест. Контактируем каждый день. Созваниваемся по специальному аппарату. Удомств никаких нет. Нормальный. Он легкий, свободный. Сколько вам предстоит его носить и когда его снимут? Ну, это еще неизвестно. Марихуана, ЛСД, кокаин, метадон. Разновидности и названию наркотических веществ великое множество. Смерть, как говорят, многолика. Любой из этих препаратов, как бомба замедленного действия. Вызывают ли наркотики зависимость? Да. Легко ли от нее избавиться? Увы, нет. Этот молодой человек встречает людей в форме в хорошем настроении. Хотя, говорят инспекторы, радоваться тут нечему. В свой 21 год он уже имеет условную судимость за приобретение синтетики. Ты же знаешь, что наркотические средства употреблять нет. Мне поспать вообще. Можно. Ну, почему можно? Да, специально просто в упор напротив иду и все. А то есть ты так борешься? Да нет, ну это просто на колени не заходят. Ты решил побольше наркотиков употребить, чтобы их стало меньше? Да. Кто из них не будет? Планы на будущее парень все же строит. Автослесарь по образованию, музыкант по призванию, хочет связать свою жизнь с тем, что будет приносить ему удовольствие. Без вреда для здоровья. Вот сейчас работающийся. Не знаю, где так стрельнет, у меня много, короче, ветвей, куда можно пойти. Ну, в какое имя отрасль. Так что, где перерасстрелить, туда и подвинуться. Однако планы эти, говорят проверяющие, могут и не сбыться. Хочется сказать именно по этому гражданину, что у него уже были допущены нарушения в испытательном сроке. Ему уже продлялся испытательный срок на один месяц. И в целом, если сейчас у него будет допущено еще хоть одно нарушение в тех обязанностях, которые на него возложил суд, будет поставлен вопрос о отмене ему условного осуждения направления его в колонию. И таких подопечных у инспекторов много. Тех, кого осудили условно в Ноябрьске, сегодня 98 человек. И, как показывает практика, на путь исправления становятся единицы. Яна Джуз, Сергей Павлов, Ноябрьск, 24. Службы скорой помощи Ямала пополнятся новой техникой. Реанимобили поступят в округ уже в конце августа. Распоряжение о закупке больше 1300 автомобилей для регионов подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Точное количество машин, которые поступят на Ямал, пока уточняется. На приобретение техники Министерство промышленности и торговли получит более 3 миллиардов рублей. Поставлять автомобили будут 3 российских производителя. Сегодня в округе работают 109 автомобилей скорой. На Ямале появится Совет молодых специалистов в области культуры. В его состав смогут войти 19 представителей молодежи в возрасте от 18 до 35 лет. Они будут помогать округу в решении социально-экономических проблем в этой сфере. Подать заявку можно до 3 сентября. Узнать, что именно нужно для вступления в Совет, можно на сайте окружного департамента 3w.kultura.yamala.rf Сегодня православные отмечают преображение Господня. Этот праздник также известен в народе, как Яблочный Спас. По преданиям, в этот день ровно за 40 суток до распятия Иисус узнал, что Ему суждено во имя людей умереть, а потом воскреснуть. Отмечать Яблочный Спас начали в IV веке, после того, как на горе Фавр был открыт храм, увековечивший преображение Господня. По Яблочному Спасу можно определить прогноз погоды. Так, если в этот день стоит ясная погода, зима будет суровая. Если же в Спас идет дождь, впереди ждет мокрая осень. И к этому часу у меня все. Я желаю вам всего доброго и до свидания.